Доброе утро! Носакура, СРТ, Сумы пригнали нам на ремонт. Сегодня мы с вами будем работать физически. Вчера мы работали умственно. То, что там линейку подставил, кинули нивелир и ходишь такая шулетка, это не работа. Не физическая работа, она легкая. Сегодня будем работать физически. Будем что-то тянуть, сверлить, стучать и скорее всего сверлим ту часть. Потому что меня интересует, как идут нутряки и все равно охота и высоты померить по внутрикам. Сейчас будет в усилителях свои отверстия. Охота как бы понимать, как идет нутряк. Наверное, будем отсверливать под музычку, потому что сейчас приедет моя команда и будет вести съемку. А рассуждать и рассказывать во время того, как ходят тебя снимают, оно немножко некомфортно. А вот и звонит Денис. Нет, это не команда, это Сашка Ставриско. Женьки смотрит на стапель десятку, который захват на бордюре. Под музыку отсверлим. Хотел рассказать немножко. Сверлить будем полностью. Попробуем под контактку. Оттуда как-то. Ну хотя оттуда опять же как-то много не получится. Хотя бы большую часть. Хотя бы вот, к примеру, под контактку можно. То понятно, потом мы и по автоматам поварим, и можно от контактки сымитировать. Но мы контакткой пользуемся не чтобы сымитировать людей, обмануть, а просто нам удобнее варить контакткой. Зачем тут полуавтоматом варить много искор, а потом зачищать. Контактка жахнулся. Точек много, кстати. Мы идем раз. Дальше мы идем там сверлим. Тут развальцовываем сверлим. Потому что нам отдельно внутренний элемент надо поменять. Нам не получится заменить саркой внутренней. Ну никак. Так. Ну и не надо. Далее. Как пойдем здесь. Я думаю, сразу сходу вот так резанем лючок. Чик. А здесь мы сразу вот так отсверлим. Там будем менять еще не знаю. Сперва потащим, посмотрим. Вот так. Но особого желания нет. Как-то так. Так хочу. Хочу так. Просто что внутриок там сильно пострадал. Ну не знаю. Внутряк. Может шов. Посмотрим. Оно все. Всегда рассуждаешь одно, а по факту получается другое. Потому как ты начинаешь тянуть. Смотришь. Опа. А внутряк весь и выровнялся. Или наоборот. Тянешь. А он уже еще больше ушатался. В крайнем случае. Вот где-то вот. Смотрите. Тут как раз удобно и контролировать. И плоскость хорошая. Раз. Два. Возможно трис. Четырес. Вот так было бы хорошо, кстати. Вот так. Потом где-то тут как-то поплавнее. Да. И поплавнее вот так. Ну как бы идея. А там посмотрим. Может как сейчас начнем тянуть офигеями. В итоге вырежем вот так. Поменяем весь окорочок. Хотя так тоже хорошо. Блин. Но не хочется зазор портить. Если получится этот отрифтовать и будет нормальный зор. Нафига его менять. Тоже посмотрим. 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 Знаете в чем прикол таких моментов? Так можно менять. Или так. Когда знаешь, что сто процентов вот все крыло стоит на месте. Ну сто процентов. Сто процентов, что крыло дотянуто. И вперед, и назад, и влево, вправо. Потому как бывают такие моменты. Ты такой знаешь. Знаете. Вытянул как бы зазор такой кривой, большой, ударенный. Все класс. Думаешь. Ладно. Поменяю вот так. А потом ставишь вот сюда. Подгоняешь этот сапожок. Смотришь. А у тебя оказывается отверстие на 2 мм больше. Или на 2 мм меньше. Или по высоте на 2 мм меньше. И понимаешь, что если ты делаешь отверстие идеально под горловину. Тогда у тебя зазор конченный. А начинаешь делать зазор хороший. Тогда отверстие конченное. И начинаешь тут какую-то химию делать. Поэтому если оно есть целое. И оно стоит в размере. Лучше его не трогать. Лучше как-то так поменять, поступить. Но отверстие под горловину не трогать. Посмотрим, как будет. Еще не знаю. Как вытяжка даст. Пока даже съедочная игру потом задерживается. Я сделал то, что надо было сделать еще в первый день работы. Я снял эти сиденья и оголил все на свете. И теперь есть дно. Это не может не радовать. Дно целое. С деньгами. Деньги трогать не будем. Не будем. Мне так удобнее будет работать. Я покажешь еще обшиву-то сдернул. Нафиг. Ага, и передняя сиденька с тоннелем, чтобы шумку еще туда завернуть. Да тут как бы все целое. Просто знаете. Сейчас мерить все это удобно будет. Деньга. Пусть сами забирают эти деньги. Нам они не надо. Американские. Мы не берем такие мелкие. Мы берем бумажные. Где два нолика. Значит кое-что померил. Как бы знаете до усилителя размер. Ровно. Ровно. Сейчас можно днище найти. Теперь резиночку сдернуть до того момента померить. Да меня просто смутил один моментик небольшой. Кстати, когда закрываешь пробочка упирается в свое место. Как и положено. И зазор везде как бы одинаковый. И так интересно получается, что ткан тянуть не надо. Надо только крыло как бы вытягивать, чтобы это все разровнялось. Блин, как это трудно будет. А тут как-то еще так непонятно. Знаете, надо чтобы вот тут немножко потянулось, а тут нет. Потому что были изначально дурные мысли. Сейчас доску брус вот сюда. Гидравлику. Четырехтоночку. И попробовать, если за ткан потянуть. Сломаем это место или все-таки. Или вытянется все крыло. Скорее всего сломаем, поэтому пробовать не будем. Но здесь мне вот так работать будет гораздо лучше. А смутило меня, потому что... Вот как бы тут зазор большой. Хотя почему он большой? Он небольшой. Небольшой. Надо еще вот этот кант как-то дотянуть будет. Он все равно чуть не дотянут. Поэтому ей... А, ну да. Ну, понты отбить его. Поэтому я и разобрал. Вернее, я хочу снять то крыло, чтобы смотреть, как идет внутрячок. Комментарии. Я же говорил. Ну, я же говорил. Сейчас начнется. Тут есть два варианта. Сделать на нычку вам не показать. Или с вами поделиться этим неприятным моментом, который я прозевал где-то далеко. Еще, наверное, я в тот день, когда не раз забрал пол. Но у нас канал честный. Я никогда от вас не скрывал неудач каких-то. Если я буду делать, или разобьется лобовое, я всегда вам покажу. Если я буду тянуть и где-то треснить стекло, всегда. Сделаю бок, всегда. Испорчу то крыло при вытяжке друга, всегда. Я никогда ничего не скрываю. Смысл скрывать? Пусть другие скрывают. Нам это не надо. Есть один момент. Сейчас вы скажете, я же говорил. А ты говорил, как эту стойку можно выкрутить. Слушайте, вот это расстояние. Меньше. Вот это надо оттянуть. Ну, правда, опять оттянуть. Тут больше оттянуть надо. Блин, ну... Сейчас. Ну, опять, если можно верить этому брусу, тут просто кан дальше. Потому что, если так, 8. А если вот до вот этого отверстия, у нас получаются 44. Это не показатель, конечно. Тут 7,5. А тут 44, да? А ну, где ты зацепися, или что ж ты такая подлюга? 3,5. А должно быть 4. Как будто надо вот это все потянуть. 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 Хорошо. А где оно может пойти? Здесь все идеально целое. Брус идеально целый. Кант. Ну, кан. Да, может, сам кан просто чуть-чуть заваленный. Хорошо. А как тут растянуть 5 миллиметров между вот этими вещами? Тоже бред. Так, можно там еще померить. Странно. На другой стороне так же, как здесь. А тут на 5 миллиметров больше. А чего? Ого! Где ты так приварила машина плохо брус? 6,2. До конта внутреннего 6,2. 5,8. 5,7. Ну, бывает. Это же не премиум класс автомобиль. Брус просто. Ну, блин, тоже опять же. Это ничего не надо сильно ориентироваться. Просто, знаете, опять же, меряешь 5 миллиметров. Какого фига где ты могла деться? Нету 5 миллиметров. Нету. Все замечательно. Почти полдвенадцатого жду блогеров. Потому что понимаем, что контент нужен. И они хотят посмотреть, как я целью, как то все, то все. И знаете, я уже так под них подстроился. Хотя с Денисом договоривали, что я говорю, мы вообще мешать не будем. Вообще ничего. Делай вид, как будто нас нету, заниматься своими работами. Да, я сказал, хорошо, давайте. Но я понимаю, что контент нужен, поэтому я ничего глобального делаю сейчас не могу. Пока они приедут. У меня уже, наверное, полчетвертия в этой раз сверлил. Сейчас мы удобно тут сделаем. Чтобы нам сверлить было нам удобно. Удобно. Отсюда мы тут сверлим чик полностью. Размеры залисовать не буду, потому что я так отцверлю, что внутрь я не буду стучать, бить. Он так и останется на месте. Это нам надо взять отсюда кусок крыла и внутреннюю вот всю арку. Ну да, кусок крыла с порогами и внутреннюю всю арочку. Так, продам концевик с кондракура. Но все равно у них лишний. Там в личку пишите, кому надо. Концевик идет в комплекте с оригинальным болтом. М5. Такое чувство, что он с нержавейки или алюминия. Кстати, я недавно офигел, там начал когда магнитом перебирать болты, они не липнут некие. Какое-то такое, не знаю, есть, то есть, значит, с нержавейки. Но это не это цинковое покрытие. Сверлим мы метабо. Иногда бошим, иногда метабо. Сегодня будем сверлить метабо. Это сверло сделало несколько машин. Самый задаваемый часто вопрос, каким-то сверлом высверливаешь. Люди, с Алиэкспресс сверло покупаю и его сверлю. Последний раз вот купил еще есть новое. Это тонкое. Раз, два, три, четыре. А, пять штук купил, одно осталось. Вернее, одно в дрели, четыре осталось. Новые фрезы, которые обалденно сверлят. 8 миллиметров HSS Cobalt. Вот его мы и возьмем. Если аккуратно, без фанатизма не давить на него, ну, как наоборот, таких средних, на маленьких, блин, хватает на несколько машин. Это тоже оно почти новое. Или этим начнем, а там не понравится. Увижу, что плохо сверлить, тогда переставим. Ссылка есть под видосом. Под каждым видосом есть ссылка, где сверла. Пусть пока лежит, потому что сейчас на стол положишь. И потеряешь где-то. Блогеры, вы где? Операторы, вы где? Дайте, я хочу сверлить. Мы сейчас просто высветлим, и там будут все внутряки. И я тогда, когда буду здесь дотягивать, дорезать, это все же надо будет высветлить. Я буду видеть, как здесь идет. Я могу померить какой-то размер, там потом смогу хорошо. Кстати, можно это отсверлить. Это же не важно для их него видоса, нет? Здесь материал, снятый на лайв-канал за последний месяц, он был снятый на Соньку 3000. Эту мы машину снимаем, как и все остальные, на Panasonic V700. И я в комментах заметил, люди начали писать, а что с картинкой, почему она не такая сочная? Потому что это Panasonic, а не Sony 3000. Сонька и классно тоже снимать, мне понравилось, но там нету мелкой такой, как бы детализации, там, знаете, макросъемки. Плюс нету подсветки, нету зума, ну, как бы из этого чуть хуже. Это старое смело. Нормальное, просто я не помню, сколько оно пересверлило, но эту Акуру мы им рассверливали. Хотя бы сейчас вот этот элемент отделен, все равно им для видоса не в вашем. Так, тоже бывает, там просто металл какой-то попался, еще один. Видно? Обязательно очки одевайте, потому что будет больно, если стружка в глаз попадет. Отсветлил кусок, это цельный элемент получается. Дмитрич, видал, металл острый трогаю, прикинь. Это ожог от буржуйки, блин, закидывал дрова, хотел полина, я говорил, да, полина, покрутите, блин, ожогся. Извиняюсь. Это целый элементик, ну, только он идет тут сегмент, а, он дальше идет в порог. То есть, эту часть мы отсверливаем потом в дворской части. Дальше. Есть еще кончено пожваканный вот этот элементик, непонятный вообще. Он здесь как бы сейчас вот туда нырнул, но он так и должен быть, там для него даже есть какой-то такой выступ, а может и не должен быть. А это мы узнаем с вами на канале Гараж Каховка, но попозже, когда отсверлим ту часть. Потому что мне вчера Денис звонит в конце рабочего дня, когда я уже видос монтировал. Говорит, ну что ты там, их же вчера не было. Говорит, что ты там по машине сделал, что-то хорошее. Типа вылезло что-то новое, а не вылезло. Я ему говорю, а это вы узнаете на канале Гараж Каховка. Я говорю, через полтора часа он посмеялся. Он говорит, не скажу. Все в видосе. Ждем, боссов ждем. Блин, пока ребят жду, они посты в инстаграме выкидывают. Вон, возле двух корыт старых стоят. BMW Mitsubishi. Я им комменты ставил. Хватит старые корыта рассматривать, дуйте на работу. Полца жду, не буду сверлю. Хотя бы низко сверлю, тогда уже. У нас там немного сверлить. У нас там... Сейчас надо больше индуктор взять, да погреть. Сейчас сверлим. Не знаю, как еще менять будем. Может так, может так, может так. Но пока надо все отсверлить. Тут визуально все целое. Очень большой минус, когда людей много... В гараже музыку нормально не послушаешь. Дмитрий Чуэвэк. У меня такие же колонки. Я работаю. Я работаю. Я работаю. Я работаю. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я хотел как-то попробовать Смотрите на все крыло В кадр власть Вот выходит место Вот все выходит место Все оно двигается аж бегом Поэтому все оно получится К бабке не ходить Надо что-то просто решить Вмятину надо сразу сделать Споттер берем Берем делаем вмятинку Знакомьтесь мой оператор Александр. Александр, вы сегодня опаздываете. Я без вас уже куча работы сделал. Проходите. Я уже там поработал. Я уже тут поработал. Я уже дверью зазоры влакал. Сашка уехал? Нет? Ой, Сережка. Тут? Так, дяденька. Мы посмотрели вчерашний видос. И поняли, что ты номер один. Поэтому огромнейшее спасибо. Потому что, ну, честно говоря, я пока смотрел, я себе мозг сломал в трех местах. В камеру в листе. В трех местах, да. Потом, смотри, тут есть два шарика. Это красавчик. И все вместе. Это конструкция настоящего мужика. Я уже понимаю. Настоящего мужика. Я понимаю. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Это то, что, ну, как бы... Это мы сейчас привяжем где-то, чтобы оно красиво было. И, соответственно, как это... Так, мы пока эту штуку отпустим тут. Да. Пусть она висит. Вот так вот. Нет. Надо ее чуть-чуть покурить. Вот так вот, наверное. Да что? Вот так вот. Сейчас продолжим. О, он там напаяет. Продолжим, продолжим. Неожиданность. Спасибо. Денис и его группа. Это на здоровье. Друзья, мы, с вашего позволения, немного заберем у вас Виталия, для того, чтобы он рассказал для зрителей СРТ, что же тут вчера произошло. А потому что, ну, у нас на канале, как это, мастеров кузовных работ не так уж и много. И нам нужно все очень подробно объяснить. Поэтому мы его минут на 10 заберем. Да, у нас это. И еды. Поставьте на паузу, наберите еды, потому что дальше будем все сведлить, ломать. Видос, то есть еще будет интересно работать. Сегодня будем очень много. Сейчас калории, главное, в себя в объем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 забыть все сиденья, ковер, но надо вытянуть, потому что нестыковка будет. Идет, 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 идет кант, а потом опа, и не доходит много. Ну ладно, здесь он у нас немножко перебитенький. Вот как раз его вверх сейчас поднимет. Его надо чуть-чуть вверх поднять. И вот вся такая вот, 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 вот. Вот, сколько не хватает. Примерно так надо это дотянуть. Ну тут на самом деле не так уж и много, потому что больше это надо туда вбить. Все-таки я ее перетянул, перебил даже. Но вот это надо все вытягивать, чтобы даже, как бы, знаете, сейчас вот кант стремится, а он, а нет, вот кант, короче, его надо перетянуть. У нас вот провал. Если поставим, у нас там 5 мм провал. Вон, нарирующие кромки зубила видно. Поэтому зажим и вытягиваем. Прогнал я немножко, а то так, в принципе, и должно быть. Не в ровную линию, но все равно нам подтянуть, и что у нас там складка. Сейчас тут оператор настроится. И будем вместе тянуть с оператором. Вот, вот это надо разровнять. Не, не спорю, ковер придавит, сиденье до обшива. Вам видно, как там устроена та часть, к примеру? Есть там острая складка, нету. Блин, видно, потому что дни еще нету. В общем, подтягиваем. Еще раз посмотрите, как ты смотрел. Видите, как тут все серьезно? Припаял. Это все в 4К на другом канале. Там оператор старается. Припаял. Сейчас остынет. И потянем. Магнитик, доска. Потому что одному неудобно паять. Я думаю, все получится, аж бегом. Парни уехали. Тортик, пицца. Парни, спасибо, что кормите. Водичка. Значит, что у нас тут по плану? Если по автомобилю, а не по парням. Мы подтянули разочек. Не огорчайтесь. Не надо писать, что Коколка продался ради коллаборации и не показал нам, как паять. Сейчас вам все покажу. Я просто парням сказал, что ничего уже делать не будем, но на самом деле я все ради вас. Мы подтянули. Но как-то по-идиотски тянется. Надо, понимаете, здесь его ничего не держит. И вот, 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 вот. А у нас вот, как бы, вот оно идет. А, не видно. Вот надо подтянуть. Потому что как-то оно заворачивает. Ну, неправильно оно. Но если, когда я показывал, что выставил дверь, там сколько, сантима-полтора пальцы проваливались сейчас. То есть, сейчас здесь уже зазор, ну, ничего такой. И еще все равно есть. Только что, как я взял камеру, было, когда закрываешь, вот эта часть, она даже больше была перетянута. Но тогда внутренний кант упирается в дверь. И, то есть, 10 минут назад было, ты вот так вот закрываешь, а у тебя вот где тянули, уже заподлицо. Но вот не заподлицо. Вот не заподлицо. Вот его надо вытянуть. Сейчас попробуем вместе и потянуть. Сейчас попробуем вместе. Даже я смотрю, вот эта полочка, ее надо чуть-чуть так развернуть. Вот это место не надо тянуть. Нам надо, как бы, все крыло. Значит, караулом зачищаем. Сейчас я вам сниму, как паять, как тянуть. Потянем, и все будет хорошо. Ну, на этом видосе я и закончу. Да, можно ничего не вытягивать. Можно вот так. Кто такой? Поварили все плоско. Не хочу. Не хочу я пока этот кард вырезать. Хочу его все-таки вытягивать. Есть. Дальше. Это именно видео, как припаять. Нам надо паста. На паузу прочитали. 13 долларов. Пальцем намазали. Пальцем удобнее мазать, чем кисточкой. Тут есть кисточка, но пальцем удобнее. Я уверен, в жизни есть приспособность, чтобы ковыряться в носу. Но все равно всем удобнее пальцем ковыряться. Так и здесь. Это наподобие того, что вы мне говорили. Купи молоток современный. Что ты с Авдеповским с голимой и ручкой работаешь? Я купил он три молотка. Вы думаете, я ими работаю? Нет. Потому что пальцем в носу ковыряться приятнее. Прикольнее. Кто-то ничего не говорил. За лужем, только надо, чтобы горловину не спалить. Там все-таки бензин. Оно там кипит. Кипит. Появляются капельки олова. Сейчас появится, смотри. Сейчас появится все у нас. Вот капельки олова пошло, пошло олова вниз. Олова вниз, 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 вниз. Горловина. Не жахни. Я не хочу себе горелую акру покупать у парней. Сум. Вытираем. Все. У нас залуженное. Вытираем, потому что сопли там плохие получаются. Там, то есть, такая некрасивая штука. Плохие. Дальше. Пластина. Немножко олова торчит. Надо, чтобы оно стекло. Обязательно на пальцы, чтобы ожог получить. Есть. Далее. Надомагнит. Смотрим, как. Ну, в принципе, нормально. Почти оно, блин, вообще ненормально. Хорошо. Чуть-чуть ниже возьмем. Вот так вот. Ну, тут главное, я выбираю, чтобы зазора не было. Сейчас покажу. Только надо сюда магнит как-то зафиксировать. Магнитом зафиксировали. Зазорчик. Ну, как бы есть. Там можно здесь болгарку чуть подрезать. Не надо. Сейчас набалим, заплавим. Первый раз, когда тянули, оборвало вверху, потому что эту пластину начало больше тянуть как-то вниз, выламывать. А здесь нам надо вот так вот именно даже наверх чуть попробовать. Если не получится, блин, вырежу всю эту штуку так, аж до этого момента. И тогда оно будет, как хочет, потянется прям рукой. Далее нам с вами надо горелка и олова. Олова тут есть кусочек. Вот такой, сантиметров 10 нам с головой хватит. Дальше. Извиняюсь. Деревянный брусок. Деревянный такой клинышек, который в чистом масле был год замочен. Греем. Греем, паяем. Снизу вверх, сверху вниз вообще по барабану. Если руки нормально чувствуют олова, то по барабану. У меня не чувствуют, поэтому я снизу вверх. Низ уже припаял. А! Чуть-чуть прозевали. А! Прозевали. Кашка. То есть, чтобы припаять, у нас ушло сантиметра 4. Теперь надо нам разгладить тыльной стороной. Но нагреть надо хорошо. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Толщину дадим. Толщину. Толщину. Вот. Толщину дали. Это, чтобы не говорили, или что я вам не показываю, скрываю от вас все. Нет. Обалдеть. Дядя Коля Кулумея видал? Специалист. Во! В 4К вы видите на другом канале через... Не скажу сколько. Ну, уже осталось немножко. Отрываем. Так. Виталька... А-я-яй. 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 Редиска Виталька ваш. Потому что оно не застыло. А я взял, оторвал. А оно не застыло. Повторяем процедуру заново. Оно реально не застыло. Блин! Просто на самом деле первую пластину когда припаивали мы с парнями пошли пиццу кушать и оно остыло в ноль полный. А тут я спешу немножко. Ставим назад. Ставим магнит. И все заново. Блин! Куда мы спешим? Чего мы спешим? Нас никто не гонит. Нам никуда не надо. Где клин уже? Нам же действительно никуда не надо. Если хорошо не прогреем, оно держаться не будет. Вот здесь сейчас навалено хороший такой слой. Не хочется, чтобы оторвало. Хочется просто взять и вытянуть. поэтому не будем торопиться. блин, если честно, прошло несколько... как несколько? Ну я же камеру выключил, потом пошел магнит отрывать. Ну даже не 10 секунд прошло. Секунд 40 и все равно не остыло. 5В-30 был брусок замочен. Брусок замочен. Брусок... Ножка со стула. Плотник сделан. Несколько штук. Есть. Теперь надо, чтобы остыло полностью. И еще торцы потом отсюда немножко пропаяем. Но надо, чтобы остыло. Не надо. Дядь Коля Колуме, я справился с заданием. Извиняюсь, камера. Все, здесь сейчас. На самом деле очень крепко пайка держит. Если правильно тянуть. Если сейчас вниз больше тянуть, обломает. Вверх обломает. Может надо было вырезать ее наоборот, знаете, прям по шаблончику и вот это все вот так опаять. Но... Нет. Нет. Надо так. Потом, когда надо снять ее горелкой... Ну, мы собирали на досочку. Горелкой грели. Потом горелкой греешь. Она отпадает. Греешь щеткой. Все проходишь. И получается вот такое залуженное место. Ну... Я надеюсь, коралловый его счистит, чтобы нам с поттером немножко доработать. Была вмятина здесь. Такая хорошая. Кан портила. Вот. Вот. Монтировкой выдали. То есть, по большому счету, надо вот добороть этот зазор, дотянуть это крыло и все. И можно будет начинать уже собирать автомобильку. В кучу я имею ввиду варить. Одна... Поддомкратник. Я говорил, да, мы поддомкратник что вырезали. Поддомкратник меняем. Он пожеванный был. Мы его в баню. Потом вот, типа, внутренняя арочка. А потом наружная и все. Попробуем потянуть. Немножко стремно. Потому что у олова, знаете, если бы она была приваренная сваркой крыло, тогда бы точка оборвалась, а дальше нет. А здесь получается, что если сейчас будет пластина на перекос идти или выше или ниже, моментально рвет и моментально оно отрывает и убегает. И падает. Поэтому надо смотреть, чтоб цепь тянула. Строго-строго перпендикулярно шву. Ой, аж страшно было. Обалдеть! Обалдеть вышло. Блин, пайка. Такая вещь классная. Евгений, ты за мной ремонт в Германии. Спасибо, что показать. Если раньше бы не доставало. Сейчас не знаю, куда я натянул, перетянул, но смотрите. Я уже могу закрыть дверь. Дальше чем крыло? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Еще надо чуть-чуть. Реально. Уже дверь. Вот смотрите. Если раньше у меня дык, здесь еще есть упорчик на двери. Вот этот. А сейчас, кстати, он может упираться, потому что мне надо вот это растучать. Развести одну плоскость, отвести от этой. Но если сделать так линию-линию, развести линию, вот здесь растучать. Потому что вот сейчас оно разгибается не на этом моментике, оно просто тянется все. Сейчас растучим. Есть еще один момент. Не, ну вот это мне не удастся. Спасти оно такое закоцанное, покоцанное. Поэтому менять будем. Я, люди, еще не знаю как, но есть вариант. Я очень не хочу это трогать. Если бы вот так поменять, пусть я вот здесь сделаю вот так, будет хорошо. Да, там чистить, варить неудобно. А есть еще, знаете, какой момент? Дело в том, что крыло я не могу сейчас немножко оттянуть, потому что здесь, когда срезал, я заметил, как оно плотно сидит на гермитосе вклеенное. И получается, что гермитос сейчас его тоже держит. Поэтому надо и внутреннюю арку или хорошо простучать. Но простучи, она сейчас как, блин, как наделает гадости нам. Сейчас я все простучу, но мне уже нравится, как оно получилось. Первый вариант, когда с пацанами, с коллективом снимали, тянули, оно не сильно получилось. Видите, на нычку все всегда получается. А самое удивительное, что как поднялось крыло в этом месте. Очень сильно. Очень поднялось. Потому что до этого дверь была ровно, но крыло было гораздо ниже. Даже когда тянули в первый раз, ну очень ниже. А сейчас по рамке супер. То есть все хорошо. И я смотрю, ну не знаю, чуть сильнее прижать. Сейчас на резинке уже начинает, на вот этой резинке начинает прижиматься. Можно снять, чтобы не мешало. Но не будет. Смотрите, все. Все, нет, все. По факту сейчас немножко... Нет. Оно не перетянутое. А вот этот дык, это бьет именно... Вот эта часть упирается резиночкой на свое место. Можно еще немножко потянуть. Можно не страдать ерундой. Можно вырезать, как сразу ты хочешь поменять. И у тебя оно не то, что... Тебе надо будет однотонную гидравлику брать, чтобы натянуть. Просто сейчас, как бы, знаете, мы еще вот это все пытаемся растянуть. А зачем? Ладно, показываю и закругляюсь. Пластинку снимать сейчас не буду. Может, завтра еще все-таки придется поиграться. Сейчас натянуто, смотрите. Замок. Да можно и замок поставить. Ну, а понту не надо. Закрываем. Делаем здесь заподлицо. Нам в этом всегда помогает неодимовый хороший магнит. Кстати, а эти штуки не помогут? Нет, они, наверное, будут слабые. А почему? Ненормальные штуки. Смотрите, тут мы сейчас не берем счет. На самом деле, мы просто вывернули здесь немножко. Сделаем. Вот. Так может поменять. Так трудно. Смотрите. Здесь сейчас заподлицо. Да. Ну, как бы нормально. Зазор. Зазор стал уже как у жигулей семейства шесть. Десятки. Десятошных. Такой. Ох, миллиметров семь. М. Да, здесь сейчас тоже перетянуто, кстати. Давайте. Это хорошо. Не ориентируемся по этому месту. Ориентируемся по вот этому месту. И под под дык. 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 Пробочка уперлась. Зазор очень хороший. Все тут классно. Я хотел не это показать. Я хотел вверх показать. В том, что если здесь заподлицо сделать, то у нас вверх еще не дошел. Не дошел. Нам надо, чтобы вверх дошел. Нам надо дверь глубже, чем сейчас она может сесть. Но сейчас я ее не толкну, потому что там жмет сильно резинка уплотнительная. Короче, я перетянул крыло. Поздравляю. Есть. И, кстати, это может быть глупо, что я сейчас за чем-то тяну. Вот если бы мы вырежем, я не знаю как. Может по этой части. Мне не хочется тут просто рихтовать, споткарить, потому что там идет усилитель еще. Вот этот усилитель надо тоже поменять. Он на крыле есть, а он идет с крылом. Отлично. Поздравляю. Сделали хороший кусок работы. Нашли зазор. Смотрите, какой зазор. Видали? Миллиметров шесть. Такой самый. Что-то мне казалось, он у нас больше. Я ничего не больше. Он большой, хороший. И здесь тоже большой, хороший. Хороший же, большой. Да ни черта себе, у нас тут больше зазор. Он вообще больше. А здесь хороший. И здесь хороший, большой. Дверь сегодня не крутил, как вчера навешал с красивым полностью зазором. Так она и стоит. Кто там писал? Владко. Сотри. Надпись двери. Потому что я уже знаю, что это за дверь, что за модель и что за машина. Нет, Владко. Учи. Дальше. Какая это модель. Всем удачи, всем пока, всем счастья, здоровья. По сути, остались сварочные работы. С элементами рифтовки. За день нет. Потому что команда. За два надо постараться. Надо за два. Всем до завтра. И еще пять секунд вашего времени. Хотел парням на Viber снять видосик, что в общем захотел бы так не получилось на эту камеру. Поэтому посмотрите там 20 секундный видосик, но в плохом качестве. Конец рабочего дня. И я наконец-то победил это гребанное крыло. Гребанное крыло. Падла, ты такое. Такое. Всякое. А вы говнякое. Рвать начало. Натянуто. Супер класс натянута. Подпаять надо. Сегодня в видосе научу паять вас. Вот это да. Прикиньте. Потрогал один шов рукой. Это рукопаяльник. Рукопаяльник. Грейтолова. Что видим. Под люка. Опять осело крыло. И опять оно назад убежало. Зазор стал маленький. Но уже лучше гораздо, чем было до того как паяли. Поэтому завтра все то же самое с утра. Только вырезаем всю эту часть. На какой черт мы ее растягиваем и тянем не знаю все равно резать. Но момент с обрывом улова вам не понравился. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова